давайте посмотрим как будет работать диск 27 серии на 210 диаметром и на 36 зубчиков вот мы поставим на станок устанавливаем вкладыш и осуществим несколько пропилов качество очень гладко что весьма странно потому что это хвоя и зубчиков не так много вход материал все идеально абсолютно идеально выход из материала небольшая бахрома что совершенно как бы разумно сейчас попытаемся мы этим действием пропить его долю толщину 40 достаточно экстремальные на самом деле толщина для этого числа зубев но проверяем поверхность вот честно говоря она практически она практически как с фуганка вышла то есть когда мы все-таки хотим получить хорошее качество реза вот шлифованные нам необходимо подавать и без каких-то затормаживаний по подаче было очень легко то есть это дик на 36 зубьев справился вот продольное пиление вообще без каких-то проблем мне даже даже было неожиданно что он так легко пропиливает на этой площади ну что же давайте мы теперь еще его испытаем на фанере толщина фанеры у нас где-то 15-12 миллиметров ну что ж поехали в общем рез получается очень мягким очень таким аккуратным с лицевой стороны вообще все идеально с обратно должны быть подходчики небольшие это тоже некая неизбежность они как присутствуют и так мы с вами опустили диск для того чтобы распилить более тонкую заготовку у нас паркетная доска шпон дуба ну и посмотрим какой рез получим сверху на 36 зубьях возможно и по звуку вы услышали и по качеству реза вы видите что вопросов и замечаний к пропилу нет никаких посмотрим какого-то диск появится уже с твердой породой древесины вообще при пилении мне показалось что ему совершенно все равно какой пород для дерева пилить будь то хвоя будь то дуб будь то бок он перед идеально хорошо легко и непринужденно это был перцевое пиление очень гладкий рез вот сзади тоже легкая бахрома давайте опять возьмем наш толкатель что без толкателя будет не сильно хорошо вот так и прямо на всю толщину сантиметра на 45 здесь у нас с вами бук продольное пиление вот если смотреть как бы на свет на отблеск все очень чисто и аккуратно если мы так вот приложим обратно то я думаю что никаких щелей видно не будет прикладываю зажимаю руку и соответственно наверно найти щель будет невозможно итак друзья теперь у нас на станке установлен диск двадцать семь двести шестнадцать шестьдесят четыре это диск весь шестнадцатого диаметра та же самая двадцать семья серия но уже на шестьдесят четыре зубчика то есть это чисто торцовочный диск к торцеванию диском на 36 зубов у нас лично у меня не было никаких вопросов но при пилении фанеры с нижней стороны он нам с вами подрывал материал он нам подавал материал 2 бахрому давайте мы сейчас на этим диском вот наши на 64 зуба сделаем торцевое пиление и потом будем пилить фанеру продольный пили мы делать им уже не будем потому что 64 зубчика уже слишком много для продольного пили даже не будем экспериментировать ну что ж запускаем значит рез идеально чистой подать подача была чуть-чуть посложнее или потяжелее чем на 36 бы естественно с обратной стороны естественно есть подрыв мы никого не поднимаемся с вами то есть на обратной стороне будет запад будут такие небольшие подрывы но на входе по качеству реза нет никаких вопросов наш диск лист фанеры 12 толщиной и мы сейчас сами сделаем пропилу в двух положениях первое положение когда у нас близко максимально выступает на паре со стола второе положение когда здесь будет немножко выступать относительно фанеры и будем ставить с вами и лицевую часть и получается обратную сторону фанеры фильм с ним под вперёд волокна значит вот нас рез сверху получился идеальным пресс снизу существенно лучше чем мы пилили диском на 36 зубчиков а сейчас мы сами опускаем опускаем нашу пилу меня и вылет диска относительно фанеры вот как вот так вот рез сверху почти не изменился он такой же хороший но чуть-чуть буквально чуть-чуть по качеству хуже чем здесь а а рез снизу у нас с вами улучшился то есть если вы посмотрите крест с этой стороны или с этой стороны вы можете увидеть что с этой стороны то есть бери рез снизу когда мы опустили пильный диск стал лучше нежели рез когда пильный диск выпадет высоко вот это все к разговору об углах пильного диска и об углах вхождения зуба в материал соответственно как говорил ранее невозможно сделать один диск который будет одинаково хорошо работать по разным материалам и задачам поэтому вы должны выбрать в своих задач то число зубов и тот угол пильного диска который вам как бы будет оптимален но еще кроме этого вам необходимо учитывать вылет диска относительно материала так ну что ж опять-таки на шпильный диск мы его опускаем максимально низко и проверяем качество веза сверху кости веза снизу поехали безусловно качество веза сверху как таковых вопросов и претензий быть не может если мы поднимем выше к изреза еще улучшится ну давайте мы посмотрим как он пилит у нас на выходе какой дает или будет давать подрыв на выходе на нижней стороне дуба вот на дубе на большом массивном шпоне до на паркетной доске диск практически не дал никакого скольчика можно смело утверждать что то данная серия пильных дисков вернее вот серия пильных дисков в диаметре 16 которая предназначена торцовок будет очень хорошо работать на дубовых на шпанированных материалов с точки зрения фанеры будут небольшие вопросики но опять-таки же это чисто торцовочный диск вы получите максимально качество для торцовочных работ если вы хотите получить идеальный рез по фанере вы возьмете тогда пильный диск на большее число зубчиков но углу передние должен быть не отрицательный как здесь а положительной тогда вам будет лучше удаваться распиливать фанеру и всевозможные такие слоеные материалы уверен что диск эти понравятся и точно пройдут для вашей мастерской мастерской